Друзья, здравствуйте! Сегодня под этим апрельским солнышком мы решили посмотреть, как Кенешамская благоустроенная стрелка пережила зиму. Как только вошли, наблюдаем неприятные моменты с шезлонгами. Да, то же самое. Видно, как саморезы под шезлонгами лежат. Пойдемте дальше. Конечно, велик соблазн у детей прыгать на них. Они качаются весело, качельки, да? Но там внизу просто сварка ведь. Надо рассказывать про это, правильно? Ведь в психологии вандализма есть такой эффект, как эффект разбитого окна. Если где-то в каком-то здании кто-то разбивает стекло, и его не заменить вовремя, то другой вандал потом обязательно и второе стекло разобьет. И так до последнего стекла. Рядышком с нами речной вокзал. Помните то время, когда он еще был застеклен, не под пластиковыми панелями? Редко-редко, но кто-нибудь находился, кто разбивал стекло, а стекла там толстые. Но обанкроченный порт старался в один-два дня все равно найти подобное стекло и вставить. Потому что если бы они не вставляли вовремя, прошло бы несколько дней, неделя, обязательно нашелся бы негодяй, который разбил другие две стекла. Только так, только путем контроля, постоянного ремонта, к сожалению, и приходится бороться с вандализмом, а иначе никак. Продолжаем нашу, к сожалению, уже невеселую прогулку. Видимо, тоже кто-то решил попрыгать. Та же картина. Еще три шезлонга из трех, только один целый. Другие. К сожалению. Ну, а может быть, не только вандалы в дело. Ну и заканчиваем сегодня прогулку. Последние три шезлонга. Вашему вниманию. У всех посередине не отломано. Возможно, так и будет. Потому что, ну что, на одной сварке тут не шарниры же какие-то. От перепада давления происходит эта деформация. Соответственно, доски и выскакивают. Да, возможно, даже помощь вандалов здесь не требуется. Спасибо.